Велозима 2023 передала эстафету весенним стартам на трассе столичного катка Сувары. Любители и профессионалы велосипедного спорта широкую масленицу завершили республиканскими стартами. Вместе с участниками особенности трассы, проложенной по льду городского пруда, оценил и мы коллега Вячеслав Ильин. Велосипедный спорт в очередной раз доказал свою универсальность. Мероприятия в день зимних видов спорта не обошлись без соревнований по маунтэнбайку. Местом проведения кросс-контрейной гонки стал Чебоксарский каток Сувары. Старая оними членов одноименного городского спортклуба уже 11 сезон. Заброшенный пруд в зимний период становится местом уличной спортивной активности не только для жителей Новоюжного и Южного районов столицы республики. Живем мы не рядом, но всегда стараемся посетить этот парк. Здесь всегда весело, очень много видов развлечений для детей и для взрослых. Есть прокат коньков, горки. Можно просто погулять, посмотреть, как радуются люди с забавом. Пока участники соревнований готовились к ледовым гонкам, болельщики и будущие мастера горного велосипеда пробовали свои силы в различных активностях. Широкая программа стала возможна благодаря поддержке фонда президентских грантов. 11 лет назад мы начинали данный проект на собственные средства. В этом сезоне, в 11-м, нас поддержал фонд президентских грантов, благодаря которому нам удалось привлечь большее количество людей к здоровому образу жизни. Также привлечь детей из детского дома, из социально-лаборационного центра. И надеюсь, что в будущем они станут профессиональными спортсменами. В числе тех, кто попробовал свои силы в борьбе со сверстниками на трассе, проложенной по склонам местного оврага и льду речки Кукшум, был 12-летний Витя Коломеец. Подопечный Чебоксарского детского дома только делает первые спортивные шаги в велоклубе «Сувар». И хоть подняться на педестал почета ему не удалось, гонкой будущий чемпион остался доволен. Мне очень понравилось кататься на великах, особенно когда там на горку заезжаешь, а потом спускаешься. Самое тяжелое – это ездить по снегу, потому что шины, они скользят как бы по снегу. Спорт, велосипедные – это очень здорово. Особенно зимой. А победителем в этой возрастной группе стал Арсений Дмитриев. Всего же награды состязания были разыграны в четырех возрастах. Впрочем, и чемпионов, и тех, кто только готовится примерить майку спортивного лидера, и болельщиков после стартов объединила полевая кухня. И, конечно же, без блинов не обошлось. Вячеслав Ильин. Вести. Чувашия.